Я принес детский журнал. Я сейчас вот посмотрел немного это издание. Очень красиво, на высоком уровне все сделано. Интересна каждая страница. Я сам с удовольствием буду читать эти журналы. Потому что это проповедь. Это проповедь для взрослых тоже. Все интересуются детскими журналами, все взрослые. Потому что там самая чистая проповедь. Передавая. И здесь также много развлечений, поучительных вещей, чему можно научиться через игры, через картинки, через какие-то удивительно новые образы. И тут есть также образ Кришны. И он привлекателен. Сканворды. Есть ли в духовном мире ночь? Вопрос. Если да, то видят ли там сны? Тут есть ответ. Это секрет. Это я не буду ответ читать. Это секрет. Кто купит журнал, тот узнает. А встреча, и узнаю ли я в духовном мире свою маму? Знаете ответ? Вот тут есть ответ. Тут есть все. И очень красивый журнал. Боже мой. Но я хотел прочитать сказку. На ночь. Соломенные шляпы называется. Это какая-то буддистская история, сказка. И она, конечно же, о добре. И вот что такое добро, понять бывает сложно. Но вот в сказках это разъясняется просто и привлекательно. И всем интересно слушать. Это на ночь сказка. Но мы ее с утра начнем. Проповедь начинается вот именно с... Когда мы закладываем вот эти ценности в детей, и сами мы проповедуем в это время. Начинается с осознания доброты. Если мы говорим о проповеди, о нашей миссии. Потому что в высшем смысле слова проповедь — это высшая форма благотворительности. Благотворительность — это высшая форма доброты, так скажем. Но и начинается она с простых вещей, это осознание. Прямо с детства уже добродетель пробуждается в детях. Это наша задача. И не терять... Как мы не теряем это понятие? Один из методов... То, что мы так же заботимся о своих детях, мы проповедуем им добро и сами помним эту истину так же. Мы всю жизнь говорим о каких-то ценностях важных вещей. Это шанс для нас даже оставаться в этой добродетели. Потому что семейная жизнь без этого, она просто страсти невежества, так и две глухни, там... Ее природа такова, она материалистична. И доброта. Если совершать доброту... Я слышал это об Овриндаване, но я не могу найти источник. А может быть, Касаем Ахараш знает этот источник, я расскажу. Что если мы совершим добродетель, благотворительность, равную по размеру этой Вселенной, если мы совершим аскезу, равную продолжительностью жизни этой Вселенной, и аскезы такого же уровня, то это будет всего лишь одна шестнадцатая часть от того, что мы кого-то свяжем с Кришной. То есть вот какая благотворительность сознания Кришны, то есть проповедь. И мы сегодня рассмотрим, когда это является благотворительностью, а когда чем-то другим. Недавно я поделился с Гасаем Ахараджимой об этом, этой мыслью недавней, что есть бхакти. Бхакти — это драгоценность, это глубокие качества, привязанность к Кришне, это качества Кришны все, которые носят преданных в сердце, поклоняются этим качествам Кришны, его форме, имени. И он носит эти качества в себе и также обретает качества. Это бхакти, проповедь бхакти. Но есть как же и другое понятие, бхакти в другой гуни, если не хватает гуни-набродетели, то бхакти становится больше концепцией, идеей бхакти. Вот этих идей много у нас в мире, их называют измы еще, проповедь называют измами, обобщил, потому что сторона идеи, убежденности какой-то. И, как правило, они все друг другу противоречат, потому что эти измы — это проявление аханкары. Они могут говорить хорошие идеи, поскольку основаны на аханкаре, они друг другу будут противоречить. И только бхакти способны объединить коммунизм с капитализмом, с фашизмом даже, то есть эти негативные оттенки устранятся. Сознания Кришны, они все становятся позитивными, и коммунизм, и капитализм в сознании Кришны, и шовинизм в сознании Кришны, но основаны на духовных качествах и на высшей форме блага. Высшее благо приносит тогда эти вещи. То, что мы делаем без сознания Кришны, это носит вред, то, что без сознания Кришны приносит благо друг другу. Это и есть благотворительность. И, конечно же, идея или концептуальность, она отличается от именно пхавы. Пхава, конечно, имеет разное значение. Господа Шува называют пхава господином этого мира, потому что все получают рождение пхаву материальную. И никому не удается преодолеть эту пхаву. Победить. Рожденные в убеждении о себе. Пхава. Но бхакти дают второе рождение. Только бхакти, можно сказать, она царица всех процессов. Она мать Гьяны и Вараги. Она дает все дары эти. Дарует новое рождение, новое представление о себе, о Боге, о мире. Это духовное рождение пхава, любовь к Богу. Рождение дает любовь к самому себе. И к себе подобным. То бхакти трудно объяснить. Только чистый преданно может видеть всех равными. Это не человеческое свойство. очень сложно. Даже великие мудрецы, но не обладающие бхакти, не способны на такое. Самодаршина. Желать блага абсолютно всем женам, существам, на практике очень трудно. И вот этот метод бхакти, когда мы желаем блага всем женам, существам, называется проповедь. Проповедь. Дети учат. Просто давным-давно в маленькой деревне жил бедный старик со своей женой. Интересная история. Давным-давно это было. Как это пурана. Уже интересно. Любой ребенок заинтересуется. Да и мы тоже скажем. Давным-давно. Правда? Тут даже не написано, когда. А тут нет времени, пространства. Очень давно. Старик плел большие соломенные шляпы на продажу. А его старуха хлопотала по хозяйству. Ну, обычное дело. Все так живут. Мужчина работает, женщина хлопочет по хозяйству. Однажды в канун Нового года старушка поняла, что запасов фриса совсем мало. В тот день выпал снег настолько глубокий, что они не смогли собрать соломы для шляпы. Старушка вздохнула и поставила на огонь воду, чтобы сварить остаток фриса. Последний. Драма начинается. Мы уже волнуемся. Боже мой. Они не умрут с голоду, нет? Бедный старик со старухой. Несчастье там. Фриса мало. Снег выпал. Соломы нет. Шляпу не могут сделать. Продать не могут. Уже переживаем, нет? Переживайте. Надо переживать. Надо сострадать же. И тут из норки в стене пился маленький мышонок. Как хочется есть, заплакал он. У него те же проблемы, смотрите. Папа мышь и мама мышь сказали мышонку, потерпи, крошка мышь. Ты же знаешь, что это дом бедняков. В нем редко едят досуда. Ну не повезло нам с кармой, но они в том доме родились. У бедных людей родились, судьба такая, терпи. Терпи, мышонок. В общем, проблема сверху, проблема снизу, видите. Бедный мышонок, сказал старик. Настолько бедный, что даже мыши у нас голодные. Вот уж действительно есть. Из жалости он отдал мышам половину оставшимся риса, они вместе положили с мышами. Харибол точно. Чужие. Настоящий Харибол. Но кто на такой способен? Преданный только, верно? Предный может накормить и мышей, и просадом. Он хочет и кормить, правда. Есть такое у преданных сострадание, что ли? Где-то желание дать Кришну даже мышам. Они же трансцендалисты преданных. Вот старик был таким. В следующем утро мыши выбрались из дома, вытоптали снег и принесли огромную кучу соломы. Это благодарность за рис, который вы поделились с нами прошлой ночью. Решили проблему. Расстроганный старик чуть не заплакал от счастья. Старик и старуха дружно принялись за работу, а мыши им помогали. Ждя по были готовы, и старик отправился в город. Но там другая проблема. Не думайте, что кончилось. И так все просто. Нет. Проблема еще не решена. Когда дедушка подошел к окраине, он заметил, что каменные статуи джидзо, джидзо это Будда, который защищает простых людей. Такая форма. Ну какая-то особая, как Патитапавана, да? То есть, видел каменные статуи джиганатхи, джидзо. Они защищают простых людей. Стояли с головами, покрытыми снегом. Наверное, им очень холодно. Точно старик был предан. Собственно, с тела мне тоже снял. Ведь камню не может быть холодно. Значит, он видел там что-то большее. Так только предан рассуждает. Божество одевает зимой. С этими словами старик снял с головы повязку и осторожно смел снег с каждой статуей. А в городе царила предновогодняя суета. Все собрались встречать Новый год. Старик, окруженный толпой, кричал, прекрасные шляпы, купите шляпу. Но никто не купил у него ни одной шляпы. Вскоре улицы опустили. Это сантир-то неудачный. Бывает такое? Хотя перед Новым годом такого не бывает, наоборот. Но тут случилось. Старик побрел домой. У меня нет ничего, чтобы я смог пожертвовать жить-зо. Печально подумал он. В печали старик дошел до окраины и увидел, что статуя опять запорошила снегом. Он снял повязку с головы и стал сметать снег. Я не продал ни одной шляпы. Им не ничего предложить вам. Примите от меня хотя бы эти шляпы в этой погоде и праздничную ночь. С этими словами он надел шляпы на голову статуи. Но последней статуи не хватило шляпы. Тогда старик надел на нее свою повязку. Какой это принцип преданной служения? Отма неведомой. последнюю повязку своей головы он все отдал и все позволяет какая добродетель. Когда он пришел домой мы же увидели, что у него за спиной нет ни одной шляпы. Они обрадовались, думая, что он продал их себе. Простите меня, я не продал ничего. Старик сказал все, рассказал все, что с ним произошло. Старуха, послушав, утешила своего мужа. Ты сделал хорошее дело. Хорошее же не расстроился, но наоборот поддержала его. Ты брамачарий, конечно, все ты еще так и не перестал грехаской, но хорошее дело делаешь. Грехаский обычно жадный при жиме статы так вот и остался таким брамачарием. Ну что делать? Сделал хорошее дело, она поддержала. Тоже, видимо, прошла брамачариняша. И вдруг в полночь они услышали громкие крики с улиц. Новый год пришел, где здесь дом продавца шляп? Удивительно, что это были голоса статуи Джидзо, Джиганатти, которые сами пришли к дому стариков. Статуи везли с собой сани, по-самый верх загруженные всякими продуктами. Спасибо вам за шляпу и благодарность за вашу доброту. Мы вам оставляем эти подарки. Статуи остались сани и вернулись на край. Вот уж удивительно. Они что, не могли себе шляп достать, что ли? Если целый ввоз подарков привезли. Видимо, они бедные. А как это, почему так случилось? Вот вопрос у ребенка возникли. Они потом так облагодарили, смотрите, а без шляп стояли. Это преданное служение. Кришна для себя ничего не делает. Ничего не делает, все делает только его преданное. Он красивый, потому что преданное его хотят. Он красиво одевается, потому что преданного красиво одевает. Это только любовный обмен. Ничего для себя Кришна не делает. Это любовный обмен и это мучает и нас. Теперь у них было много продуктов, гораздо больше, чем могли съесть старики. Они попросили мышей пригласить других животных в гости и устроили праздничный пир. Мы тоже так делаем. У нас разные животные, двуноги, стверноги, разные. Но все они получают благо. Затем старик положил в коробочку особые новогодние рисовые лепешки и отнес их статуям. Теперь я могу принести вам подношение спасибо вам большое. История преданного служения. А проповедь это любовный обмен. Ну и конечно есть престиж. Несомненно он перемешивается. Престиж если кто-то проповедник, это может быть престиж. Многие люди могут понять проповедь неправильно по этой причине. Как нечто престижное в обществе. Почтение люди приносят, славу. И слава тоже помогает распространять знания. Хорошо же. И обеспечивает проповедника если пожертвования дают. Это вот другая сторона уже, которая также может перемешаться с другой гунной. Совсем другое понимание проповеди. Ну есть низшие формы проповедей, о них лучше вообще не говорить. Им вообще нет места в нашем обществе. Когда кто-то думает, что он сенопатий бакта или основатель ачарья хочет стать. Такие примеры тоже есть, но они не совсем здоровые. Лучше это не касаться. Но что касается престижа, на первых порах это может быть тоже стимулом определенным, но приведет к разочарованию. обязательно. Мы должны знать, если у нас есть в сердце желание славы, престижа, какого-то личного успеха, чего-то престижного достичь, мы должны готовы пройти испытания некоторые. Нормальные. Мы должны быть готовы. Искренне должны знать, меня ожидают испытания. Любое нарту, которое надеете себе, готовьтесь к испытанию. Испытания помогут нам вырвать ее сердце. Это хорошо. никто не против. В страсти уже можно что-то делать. В страсти это деятельность, организация. Там есть свои плюсы, конечно, минусы, но плюсы тоже есть. И это как раз возможность обрести сатву. Потому что из тамаса сразу сатву не так-то просто. Я думаю, это трудно. Потому что вообще нет таких понятий. Преданный в тамасе он не распространяет хорошие качества, но он распространяет идею. Это мастичное сознание. Себя заглядывает и думает у меня есть все качества. А с преданами ссорится и даже не замечает. Даже не замечает, что в этом примешаны его анардхи. Он думает, что он борется за правду. Так он выглядит борцом, есть какой-то престиж за какую-то идею. Но нам не идея, не изм нужен. Нет. Нужен бхакти. изначальное положение это бхава, любовь. И любовь есть. Ее можно пробудить. Как в этой сказке, какие-то добрые дела мы должны делать. А значит, мы должны сознавать, что же хорошего можно сделать. Наше сознание Кришна подскажет лично индивидуально на что сердце откликается сегодня у меня. Вот когда я вижу мир людей преданных, свою семью, себя самого. Это будет мой путь проповеди. Это будут мои слова в той ситуации, где я нахожусь непосредственно, где я чувствую, что хорошо, что плохо, что важно для окружающих людей. есть проповедь нацелена только на благотворительность. Исключительно только на то, чтобы принести благо, помочь людям. И кому бы то ни было. Проповедник незаметно становится, должен становиться таким человеком, который, если даже видит муху на окне, он его поймает и выпустит. Он не сможет это наблюдать. Как это существо бьется от стекла и гибнет. Ему неприятно это будет. Скорее он возьмет и просто это естественно произойдет. Как народ ему никогда инициировал мари-гария, охотника, стал таким, добрым ко всем живым существам. Как жудился Парватамуни, насколько он был потрясен. Этот охотник был извращенец, жестокий. Этих людей называют садистами. Но ужасный был человек. Он с детства это настроение усвоил от своего отца убивать животных медленно и наслаждаться этим. У него не было компьютера, чтобы наслаждаться. Но был вот этот способ. Испыток наслаждения, когда мучаются другие живые существы, умирает мучительной медленной смертью. Это моя жизнь, я с отца научился, а чем еще наслаждаться? Мы охотники. Это мое ремесло, мой хлеб и мое наслаждение. Одовлетворение чувства. С такими рожденными качествами трудно исправить человека. И все же, когда он соприкоснулся с с садху испытал страх за свои грики, у него появились вопросы. Богобоязненность, у него появились вопросы. Народ дал ему наставление, и благодаря этим наставлениям практики сознания Кришны он воспевал и ходил вокруг Туласи, он больше не заботился о своем пропитании, он думал о благе других людей. Люди признали его святым. Даже люди, знавшие выездом, признали его святым. Это удивительно. Это же какая форма благотворительности. говорится, что это чунка, это Шимадбагава, там, святое имя, поднимают нас из самого неудачного положения, делают удачниками, самым удачным между ними существами. С самого низу. Это благодаря проповеди. Об этом мы думаем. Если мы проповедуем преданным, это одна, одна линия проповеди, одна линия отношений, то тоже требуется глубокое уважение, когда мы проповедуем друг другу, какие-то недостатки, желаю улучшить что-то. Глубокое тоже сострадание, доброта должна быть, чтобы это было принято, усвоено. Нужно много доброты иметь к ващнавам. Просто нужно поклоняться ващнавам, младшим, равным, старшим. Такое великое положение ващнав занимает. Не важно на каком уровне, если он на этом пути мы принимаем всерьез, как Кришна всерьез воспринимает. Ващнав он успевает, практикует, и мы делаем все необходимое, чтобы помочь друг другу укрепить свою веру и знания. Что касается общества людей, нужна стратегия, нужен разум. Не просто какие-то лекции, какие-то вот, это тоже хорошо иногда там показаться, там показаться, нахренами, где-то книги, люди видят нас, что мы заняты какой-то тоже благодоверительной, полезной деятельностью, мы им проповедуем, но и стратегию тоже нужно иметь, люди тоже должны получать образование. То есть наши отношения проповеди с внешним верным должны быть тоже последовательными стараться делать. Мы должны почувствовать, что сейчас люди уже понимают и чего не понимают. Это следующий шаг в обществе. Не так, что люди вообще не понимают, о чем мы говорим. Преодны понимают, а люди не могут понять. И мы даже не слышим обратную связь. Оказывается, они нас не поняли просто. Они не поняли еще правопаду, они не поняли наших духовных учителей. А мы ждем от них и думаем, а что это они не понимают? Они что, демоны все? Нет, они не демоны. В основном нет. В основном люди хорошие все правопадские. Они просто еще не поняли ничего. Вот это наша задача как проповедник, как через сострадание. Пытаться почувствовать, что сейчас сказать людям в данный момент времени. У меня есть просто некоторый опыт, скажем сейчас. Есть известность, я пошел в Екатеринбурге гулять по парку, мантру повторять. И люди здороваются со мной. Они знают по интернету. Многие. Да, и таким образом у меня есть опыт вот этой стратегии. С чего же начать? С простых вещей. Отличить материю и дух и дальше, дальше, дальше. Ступень за ступенью. Раз они уже слушают, я уже понимаю, что аудитория уже слушает, значит, должен знать, что же сказать дальше, что же еще сказать, что дальше. Как их привести к правопаде? Как же их привести к этому источнику? К трансцендентному, чистейшему источнику? Это стратегия проповедника. И так же можно делать такие красивые шоу, концерты, фестивали, что просто показать красивую культуру праздника. Это, безусловно, хорошо. И должно быть то и другое. И стратегия, и вот такие представительства интересные, красивейшие. Есть творчество, все на высшем уровне исполнено, музыкально, и одежда, и культура, и пища. Тут все совершенно люди почувствуют. Но и при этом нужно разъяснение, конечно, чем обязательно. Секта означает, люди просто еще не понимают нас. Как один человек пришел через публичную лекцию по Франции, француз. Там надеваем брюки, какие-то знаки. Видно, что человек занимался эзотерикой, много, много, что читал, видимо, знал о сознании в Кришматуре. Ему понравилась лекция, и он пришел на Намахатапад, на Шаматбага. А там все в твоте стилы. Я знаю, говорит, Кришнаитов, Кришнаитов, это признанный сектор. Я раньше интересовался, но отошел от этой секты. Но сейчас вижу, что это не секта. То есть, когда он стал что-то понимать, похоже, это не секта. Пусть будет добрая секта. Самая добрая в мире секта. Лишь Бог любит эту секту. И со временем, конечно, это все распространяется. Это уже меньше и меньше сектанского настроения у нас. Меньше и меньше. Уже это не так опасно, как раньше это выглядело. Уже нет такой угрозы. Атмосфера, на самом деле, сильно меняется. Потому что, конечно же, мы с вами проповедуем. Мы что-то делаем. Мы стали улыбаться людям. Заметили, нет? Хотя не всем это нравится. Кто-то говорит, как это можно улыбаться людям на улице, женщинам. Женщины, которые улыбаются впереди, улыбаются всем, говорят, что это такое? Что, дочь-то? Кто-то так еще думает, но мы уже имеем другие мнения, что улыбаться не грешно. во время воспевания святого имени, а во всяком случае, это не грешно. Если вы просто идете без воспевания святых имен и улыбаетесь всем, понятно, это странное явление, чудовищное явление. Если вы воспеваете святые имена, видите, все по-другому. Можно открыто совершать благотворительность. и здесь качество сострадания, доброты описывается, этих стариков, этих образов, даже мыши им помогают, видите, даже эти священные образы особенно не оценили, обеспечили, постоянно обеспечивают. Как народам сказал, о пищи не думай, просто покажи, Харе Кришна, я буду у тебя посылать любого количества пищи. Все это знают святые люди, что о себе нужно меньше думать. Через славу многим придется пройти, через деньги многим придется пройти измять, через количество последователей тоже многим придется пройти. Это нелегкая задача. Без поддержки преданных, без доброты практически невозможно. Не думайте о себе как о большой и сильной личности, которая не подвержена иллюзии. Любой человек подвержен иллюзии. Мы вчера говорили о единстве. Это необходимость. Это жизни необходимость. Мы выживем по-другому. Мы никто перед Майей перед иллюзией. Кто бы ни был. Матеральная природа непреодолима. Это веки и жирина и мама моя будет ерун. Только одно предание. Предание. Предание называют, что мы вместе предаемся. Индивидуализм это не предание. Тот преданный, кто предан моему преданному Кришне говорит, вот это предание. И мы должны преданны быть друг другу, как в семье, с разными характерами. Только предание нас сближает. характеры остаются разные. Гона карма сохраняется практически на всю жизнь. Как же объединиться? Только предание. Только предан может принять любую ситуацию с благодарностью. Это моя ятра, я буду служить здесь. Я предаюсь. Это мои обстоятельства. Я в этой ситуации буду предаваться Кришне. Я предаюсь, я принимаю это. Это сила и это смирение. это чистота. Если из нас будет сходить доброта, благодарность в форме проповеди, мы себя будем чувствовать хорошо в любой ситуации. Со всеми преданными. Стоит нам немножко поговорить о Кришне друг с другом и нам хорошо. При любых обстоятельствах. Проповедь и сотрудничество связаны конечно. стратегия проповеди мое мнение индивидуальное это не наставление даже ученики должны понимать как наставление мое мнение мое личное чувство что все преданные которые изучают глубоко шастры и проповедуют в рамах успешно уже сейчас или подают такие надежды талантливых проповедников ученых философов необходимо мое мнение также общаться с людьми необходимо одна женщина президент Казахстана ну в городе преданная президент одноядро западное Казахстан и она рассказывает что она стала общаться с советом по делам религии там где получили регистрацию то есть есть власти которые также должны контролировать все структуры религиозные также системы под контролем должны быть государства таковы законы и она общается она приходит и говорит что они делают какие планы что хотели бы сделать для людей и через полгода он почувствовал к ней доверие сказал интересную вещь я ее запомнил уже несколько раз рассказывал он сказал за свою жизнь зарегистрировал более 70 религиозных организаций и они все замкнулись сами в себе все доведено и мы не знаем что они там делают о чем думают и что хотят это вызывает напряжение опять они не понимают опять не понимают и когда она просто стала говорить о наших планах о нашей миссии он сказал так давайте делать это вместе я буду помогать этим проектом это же то что мы ожидаем от этой религии помощь тоже нужна государству то есть ситуация как меняется круто меняется то что мы делаем становится нужным для всех людей хорошее время для проповеди для нашей нашей благотворительности в наше время наступит сделать великое добро людям не только о себе позаботиться но еще сделать много добра оставить глубокий след это проповедь и разные формы из проповеди и этот журнал тоже проповедь все что мы делаем это в духе проповеди и даже божества служим в храме это тоже дух проповеди какие божества в исконе прекрасные посмотрите в храмах которые пропадут это великая проповедь но остальное вы знаете вот я эти моменты хотел сегодня озвучить и Гасима Хараш ему есть что сказать тоже на этот счет продолжим эту тему спасибо большое очень важная идея что проповедь это настроение проповедь это состояние сердца проповедь это не то что мы делаем проповедь это то в каком состоянии наше сердце находится если наше сердце находится в правильном состоянии Если в нем действительно живет доброта, желание так или иначе помочь другим людям, принести какое-то благо, то это проповедь. И она может принимать самые разные формы, как в сердце Шрилы Праупады жило именно это настроение. Понятно, что у нас есть конкретное послание, которое мы хотим дать людям. Но чтобы люди приняли от нас это послание, прежде всего нужно, чтобы их сердце раскрылось. Поэтому самое важное – это иметь правильное настроение. Если настроение неправильное, то все то, что человек будет делать, оно будет приводить к противоположному результату. Когда Читань Чандричаран Пабу говорил, я вспомнил стих из третьей песни Шиман Бхагаватам, Который произносит Капиладев. Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, и очень часто мы можем видеть так называемую проповедь с этими качествами. «Человек завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста». Самый лучший кандидат на проповедник. Но Капилла Муния говорит, что это томасичная деятельность, несмотря на то, что она имеет форму преданного служения. Это тамас, и результат ее тоже будет томасичным. Шиллапрабхада пишет в комментарии, «Тот, кто хочет служить Верховному Господу, но при этом гордится собой, завидует другим людям или враждебно относится к ним, действует движимой гневом. Такой человек обычно считает себя самым лучшим проповедником». Такого рода преданное служение не является чистым. Это низшая форма преданного служения, тамаса. Сила Вишванатчи Краватитакур советует избегать общения с вайшнавами дурного нрава. Вайшнавом называют любого, для кого Верховная Личность Бога является высшей целью жизни, однако того, кто еще не очистился и продолжает преследовать корыстные цели, нельзя считать вайшнавом первого класса, обладающим всеми возвышенными качествами. Такому вайшнаву можно выражать почтение, так как он считает Верховного Господа высшей целью жизни, но поскольку он находится в гуне невежества, с ним не следует поддерживать близкие отношения. Очень важная мысль о том, что чтобы проповедовать и исполнять миссию, человек должен соответствовать какому-то минимальному уровню чистоты. Тогда естественным образом все то, что он будет делать, будет проповедью и будет помогать людям. И в связи с этим мы можем видеть, как некоторые люди так или иначе в обществе преданных или в необществе преданных пытаются проповедовать, но в основе этого лежит желание возвыситься на другим. Я самый лучший. Вчера я был свидетелем интересной сцены. Был маленький мальчик, был вечер уже, маленький мальчик лет вот четыре, наверное. И там стояли какие-то взрослые люди. И он, и он разбежался и запульнул мяч куда-то там. Никому делу никакого нет. Он кричит бедный. «Вы видели? Вы видели это? Вы видели это? Вы видели, какой я крутой?» Один я только видел. Может, никто не видел. Но очень часто проповедь человека, она имеет ту же самую основу. Он, может, не говорит «Вы видели, какой я крутой?» Но имеет в виду именно это. «Вы видели, какой я крутой? Вы видели, как я шлогу протекировал? Ах, как я вас подрезал?» Та же самая психология. «Вы видели, какой я крутой?» Пожалуйста, запомните. Это не должно быть девизом нашей проповеди. В основе проповеди не должно быть желание превосходства на другим. Потому что это тамос или зависть по отношению к другим людям. Поэтому прежде чем мы можем проповедовать, надо снова и снова настраивать сердце. Как настраивать сердце? У нас есть камертон. Чтобы хор пел слаженно, сначала хормейстер камертон ударяет. И люди прислушиваются и настраиваются на этот камертон. Однажды ученики подошли к Силе Праупаде. И сказали, Силе Праупаде, вот вы говорите, что конисты адрикари они не могут проповедовать. Проповедовать могут только мады и мады и кари. Мы проповедуем. Значит, что мы мады и мады и кари? Силе Праупаде посмотрел на них и сказал, я проповедую. Вы просто повторяете за мной. А мы видим духовного учителя и видим, как он проповедует или видим настроение. И тут главное именно опять же не посмотреть, как он проповедует, а в каком настроении он это делает. Почувствовать его. Он тот самый камертон, на который надо настроиться. Он, когда он открывает рот, он как тот самый хормейстер, который бьет камертон. Он, чтобы мы могли почувствовать, что за вибрации исходят. На самом деле не важно, что мы скажем. Иногда можно сказать очень простые вещи. Можно иногда вообще ничего не говорить. Я помню очень хорошо один эпизод в моей жизни, когда мне было очень плохо. Я был в очень сложном состоянии. Я был полностью разодран. Это было в нашем обществе. Была сложная ситуация. Откуда-то, откуда не возьмись, откуда-то из глубин подсознания предных возникло или поднялось столько злости, зависти. Все начали ругаться. Очень была сложная вещь. Я помню, как ко мне подошел один предный. Посмотрел на меня, взял меня за руку и посмотрел на меня взглядом, исполненным состраданием. Это была самая лучшая проповедь, которую я когда-либо слышал. Хотя он ни слова не сказал. Ни слова не сказал. Но он вывел меня из того состояния, в котором я находился. Потому что его сердце было в том месте, в котором должно быть место. Сердце проповедника. И у него не было, смотрите на меня, какой я крутой. У него не было вот этого вот слогана или лозунга внутри. Поэтому это, наверное, самое главное. Все остальное, стратегия, все остальные вещи, они выстроятся сами. Естественным образом, в соответствии с какой-то настройкой нашего сердца. Но, тем не менее, я хотел сказать несколько слов по поводу конкретного заказа, который вы дали. Мы тут, в общем-то, потому что мы хотим как-то послужить вам. И вот он наш заказ от вас. Мне хотелось сказать... А, еще одну важную вещь, догонку тому, что сказал Чайтани Чандра-Чаран Прагул. Относительно того, что можно проповедовать бхакти, а можно проповедовать концепцию бхакти. Или идеологию бхакти. Это поразительная вещь. И большинство из нас было свидетелем страшного геополитического эксперимента, который начал тот самый великий человек, сказавший учиться, учиться и еще раз учиться. Он проповедовал хорошие ценности. Ценности хорошие были. В конце концов, хотел принести благо всем, хотел, чтобы все были счастливы. Но при этом поразительный результат. Огромное количество людей погибло в страданиях. Огромное количество людей было согнано. Земли лишилось средств к существованию. Почему? Потому что произошел некий внутренний конфликт между идеологией, которую он проповедовал, и состоянием его сердца. Если идеология остается идеологией, то она склонна принимать очень жесткие формы. И она калечит нас самих и калечит всех остальных. Я очень часто, к сожалению, видел, как бхакти, воспринятая как идеология, как некая идеологическая система или концепция, или изм, калечила человека, который ее исповедовал. Почему? Потому что идеология остается только на уровне рационального ума, она не проходит дальше куда-то вглубь. На самом деле идея бхакти или сама суть бхакти должна пройти внутрь, она должна пропитать. Она должна дойти до красных кровяных шариков и белых. Она должна там какую-то гармонию навести. И тогда человек будет по-настоящему проповедовать, он будет носителем. В свое время носителем бхакти. В свое время Мадмухан Прабу очень хорошее разделение провел. Он сказал, что можно быть носителем бхакти, а можно быть переносчиком бхакти. Когда у человека есть просто идеология, он переносчик. И да, в принципе неплохо быть и переносчиком тоже, когда мы просто вручаем людям книги Шилы Праупады. Но при этом очень важно понимать, что я всего лишь навсего переносчик. Я еще не проповедник в полном смысле этого слова, потому что все это не вошло глубоко в меня. Я просто переносчик. Так и нужно говорить, переносчик. К вам переносчик постучился. Не представитель бхакти. И когда есть идеология, идеология портит жизнь человека. Почему? Потому что у человека возникает конфликт внутренний. Идеология — это особенность идеологии, неосвоенная внутри идеология. Когда человек думает, что вся суть того, что я делаю, в том, чтобы некую идеологию выучить, некие формулы выучить, некую теорию познать. Если мы думаем, что суть бхакти в том, чтобы просто понять теорию, то наверняка мы разрушим свою собственную жизнь и жизнь всех остальных. Наверняка, если мы делаем эту ошибку и думаем, что всего лишь навсего, что от меня требуется, это заучить какие-то шлоки, заучить какие-то формулы, подражать проповедникам, говорить какие-то правильные вещи. Если мы сознательно или бессознательно думаем, что этого достаточно, мы сами совершим очень серьёзные ошибки в нашей жизни. И люди, которым мы будем говорить, тоже не получат блага, к сожалению. Это, в принципе, также имеет отношение к последнему вопросу, который здесь дан – баланс либерализма, консерватизма в проповеди, как придерживаться своей позиции, не критиковать, не оскорблять других. А либерализм и консерватизм – это измы. И то, и другое – идеология. А суть не в идеологии, суть проповеди, опять же, не в том, чтобы какую-то идеологию людям дать, а в том, чтобы дать им настроение более глубокое, чтобы помочь им идеологию, которая, в принципе, важна. Нам нужно знать теорию, но ещё важнее, чем знать теорию, помочь людям соединить теорию с реальностью сердца. И это гораздо сложнее, чем дать идеологию. Идеологию легко, легко натаскать в идеологии. И это называется не образованием, это называется хорошим, а может быть, чуть-чуть сложным словом – индоктринация. И нужно очень хорошо понять, что мы делаем – мы проповедуем или мы индоктринируем людей? Индоктринация – значит «ин», значит «в». Мы втягиваем людей в доктрину какую-то. Мы втягиваем людей в некую идеологическую систему, где они, может быть, освоятся, может быть, им будет там привычно жить, они могут хорошо манипулировать всем этим. Но результат будет тот самый, который мы видели, когда основатель Советского Союза взял хорошую идеологию, но не довёл эту идеологию, эти ценности до уровня сердца. Когда, в конце концов, всё полностью подменилось. Под соусом очень хорошим, соусом коммунизма, равенства и так далее, произошло непонятно что. Поэтому, конечно же, нужно быть очень осторожным и очень бояться идеологии как таковой, и очень бояться быть переносчиком идеологии. Носителем ценностей мы должны стать, носителем настроения мы должны стать, носителем бхакти обязательно должны стать. И поэтому надо всё время думать, соединено ли моё сердце с моим умом. Если в результате моей практики бхакти разница или зазор между моим сердцем и умом становится больше, то что-то я делаю не так. Практика бхакти должна соединять эти вещи, делать человека гармоничным внутренним. Если у меня появляется конфликт, ещё больший конфликт, я должен бежать к своему духовному учителю или к наставнику и говорить, что-то не то, что-то не то, какой-то у меня внутренний раздрайв. И он скажет, что нужно делать. Он скажет, где мы совершаем ошибку, в каком действии мы совершаем ошибку. И тогда не будет проблем между консерватизмом, либерализмом и своей позицией и нежеланием критиковать другим. Потому что желание критиковать других – это та же самая позиция маленького мальчика, который кричит, вы видели, какой я крутой? Видели? Видели? Я только знаю правду. Никто другой не знает. Все эти проповедники – они все предатели, они там то и сё. Вот смотрите на меня. Видели, какой я крутой? Почему? Потому что в сердце есть эго, несытое эго, которому невозможно насытиться. И когда у человека есть правильное настроение, он удовлетворён. Прежде чем выходить и проповедовать кому-то, нужно спросить, а я удовлетворён или нет? Я сам-то удовлетворён. Если не удовлетворён, не надо бежать проповедовать. Нужно сесть перед зеркалом и себе начать проповедовать. Ты душа? Душа. Не похоже, правда. Нос кривой, уши непонятно какие. Надо начать себе проповедовать. Ты душа, ты должен служить. Почему? Что не так? Надо заняться этой интроспекцией и подумать, где, в каком действии я совершаю ошибки. Ещё один вопрос из числа тех, которые мы хотели, нас попросили осветить. Это связь между проповедью первой и второй волны. Любопытный вопрос, который не возник бы, вообще не возник бы, в принципе, если бы проповедь первой и второй волны была проповедью. Потому что вопрос этот о связи, если это проповедь, то в проповеди всегда, как Читань Чандр Чаран правил, говорит, что у человека есть понимание. Независимо от того, к какому человеку он обращается, какого уровня. Это может быть человек с улицы, это может быть человек пьяный ещё. Но у него есть уже сразу внутри линия, как этого человека, этого конкретного человека постепенно-постепенно ближе к личности. И то, что я ему говорю на первой волне, на самом первом уровне, и то, что я буду говорить дальше, оно естественным образом логически выстроится в одну цепочку. Беда заключается в том, и проблема, возникшая между этой проповедью первого и второго уровня, она искусственная, потому что на первом уровне или на втором уровне, так или иначе, люди нарушают этот главный принцип настроения проповеди. Когда в проповеди примешиваются какие-то корыстные мотивы. Когда на первой волне я говорю что-то, что человеку понравится. Да, мы должны говорить с человеком на его языке, но это не значит, что мы должны говорить что-то, что ему обязательно должно понравиться. Мы должны сказать что-то, что он услышит, это факт, но не обязательно ему это сразу так уж понравится. И естественным образом одновременно я вижу, как то, что я ему скажу сейчас, перейдет в то, что я ему скажу потом, перейдет в то, что я ему скажу после этого, и перейдет в то, что я ему скажу в самом конце, когда буду провожать его в последний путь Кришне. То есть, когда на втором уровне, второй волне тоже у людей есть некое разделение что ли. Первая и вторая волна, суть в том, что нужно понимать, что какая бы проповедь ни была, цель проповеди одна. Разница между, или разрыв между проповедью первой и второй волны возникает, когда мы ставим перед человеком на первой волне какие-то цели, с которыми он может себя соотнести, но при этом отрываем их от высшей цели. Важный момент, относительно которого мне хотелось два слова буквально сказать. У нас потрясающая философия. И у нашей философии есть одно очень сильное, сильный аспект, который одновременно является очень большой слабостью нашей. Он сильный, если мы понимаем его силу и понимаем, как его использовать, и он же становится огромной слабостью нашего учения или нашей проповеди, когда мы не понимаем, как правильно использовать. Что я хочу сказать, в чем особенность индуизма, условно говоря, понятно, что мы не индуисты, но так или иначе мы принадлежим к этому течению, в том, что если мы возьмем какие-то, ну скажем так, более привычные для нас религиозные формы или духовные формы, то там есть очень большой отрыв между этой жизнью и каким-то назначением, куда человек должен попасть. Здесь я страдаю, и ладно, и чем больше буду страдать, тем лучше, больше очищусь, но когда очищусь, вот там я буду наслаждаться. Так теперь приходят красивые, веселые, дружелюбные сектанты-кришнаиты и говорят, да нет, друзья наши, не нужно тут страдать, тут нужно тоже счастливо жить. А тут можно и нужно жить счастливо, и там тоже нужно и можно жить счастливо. Хорошая философия, хорошая. Сильная философия, сильная. Не надо страдать тут. И если мы посмотрим ведическую культуру, мы увидим огромное количество каких-то очень полезных, практичных вещей. А людей же хлебом не корми, дай им узнать, как можно жить счастливо здесь. И приходят крестнаиты и говорят, ну пранаямой надо заниматься. Хорошо, хорошо. Ум спокойнее стал, спокойнее стал. Вот, но, как я уже сказал, это сильная вещь, это действительно сильная вещь, это правильная философия. Мы здесь должны обрести какую-то гармонию, какое-то понимание того, как правильно жить, как не нарушать законы этого мира. Веды объясняют, как следовать законам этого мира, чтобы не страдать. И в принципе нету разницы. Человек, который правильно идёт, он может незаметно перейти из этой жизни в другую жизнь. Но беда заключается в том, вот тут-то возникает конфликт между проповедью первой волны и второй волны. Что мы приходим к людям, которые ещё не понимают, что им нужен Кришна. И что по-настоящему стать счастливыми они могут, только если они обретут любовь к Богу. И что им нужно сказать? Им нужно сказать что-то, с чем они себя соотнесут. И мы начинаем им говорить все вот эти хорошие вещи, касающиеся того, как нужно жить счастливым в этом мире. И при этом сами, вольно или невольно, делаем подмену. Или если сами не делаем подмену. Но главное, чтобы мы сами не делали подмену. Мы как бы говорим, ну в принципе всё хорошо у вас. И они думают, да, чай, какие хорошие, добрые сектанты. Последователи там, какой-то там, не знаю. И всё. Но в результате мы обманули их. В результате мы дали им что-то. Это тот самый конфликт, о котором в том числе Нарада Муни говорит, отчитывая Вьясадеву. Он говорит, ты обманул людей. Он употребляет очень жёсткое слово. Джугупситам, дармакрите, нушасанам. Когда ты описывал дарму, анушасанам, когда ты описывал правила дармы, ты совершил непростительную ошибку джугупситам. То есть сделал нечто абсолютно отвратительное. Плово джугупситам значит отвратительное. 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 Нарада Муни очень жёсткий язык применяет. А к Вьясадеве, к автору всех ведических писаний, почему? Потому что ты не дал людям этой высшей цели. И, собственно, смысл-то ещё раз в том, что все важные и полезные вещи, которые мы должны давать людям и можем дать людям, нужно давать. Но нужно при этом не забывать, что есть высшие цели. И очень важно, чтобы в сознании людей и, главное, в нашем собственном сознании все эти важные и полезные вещи не заслонили высшие цели. Что происходит, и это фундаментальная ошибка любого проповедника и часто наша собственная ошибка, то, что все эти важные и хорошие вещи, как быть счастливым в этом мире и постепенно очищать своё сердце и постепенно подготавливать своё сердце к приходу высшей милости Кришны, они начинают становиться самоцелью. Они заслоняют от нас высшие цели. Они становятся чем-то самостоятельно важным, тогда как без высшей цели у них нет никакой ценности. Сила Праупада в знаменитой своей книге «Совершенные вопросы, совершенные ответы» смеялся над Браматир Типрабу, который тогда был Бобом Коиным. Он гордо сказал, я там в армии мира или там в Лиге мира нахожусь, и я вегетарианец. Сила Праупада сказал, голуби тоже вегетарианцы. Какие проблемы? Сколько вегетарианцев? Что они от этого стали ближе к Богу? Не стали. Если, конечно, это не какой-нибудь особый голубь. Когда все эти принципы, важные принципы, нужные принципы, но когда мы... И опять же, не обязательно человеку сразу, может быть, говорить о высшей цели, но обязательно её нужно иметь в виду. И это настроение внутри, о котором Чайтани Чандра Чаран Прабу говорил, настроение того, что благо человеку нужно принести, высшее благо, оно должно быть. Если оно будет жить, то тогда мы поймём, что ему нужно сказать. Так, чтобы он не задержался на этом, а пошёл дальше, и пошёл дальше, и пошёл дальше, а не устроился в каком-то светлом тупике, хорошем. Благостном. Потому что мы знаем, и в Симадбхагвате много об этом. Нарда Муни. Жуткая история. Нарда Муни в прошлой жизни. В лесу стал медитировать. Кришна появился перед ним и сказал, всё, больше не появлюсь. Почему? Потому что тебе в лесу нравится. Нравится в лесу. Медитировать нравится в лесу. Ну вот и медитируй себе на здоровье в лесу. Он дал ему вкус, он показал ему высшую цель. Показал ему, что ты сейчас застрял в этом месте. Пожалуйста, лес — это ещё не Вайкунтха. Лес — это всего лишь навсего гуна благости. И тогда не будет конфликта между проповедью первой волны и второй волны, третьей волны. Естественным образом эти волны, как волны Бхакти, будут одна за другой в нашем сердце возникать, сердце проповедника. И человек будет знать, что сказать вначале, что сказать потом, что сказать дальше, на третьем уровне. Естественным образом. вот. Ну вот, может быть, читанься на вчера, не помню, что-то бывает, у нас есть всё время. Поддержку? Да. Светильник, на самом деле, не ставят под стол. Он ставят на стол. То есть проповедь это то, что приближает людей к Кришне. Если это, так сказать, косвенная проповедь, приближает людей к Кришне, можно считать, что это проповедь. А если прямая проповедь отталкивает людей от Кришны, мы не считаем, что это проповедь. По-разному может быть. Вот этот внутренний мотив, если мы имеем мотив сознания Кришны в проповеди, мы не должны удовлетворяться успехом косвенной проповеди. Можно проповедить косвенно, но если мы удовлетворяемся успехом косвенной проповеди, этот успех перерастает чувство выгоды и наслаждения. Мы извлекаем из этого определённую выгоду и наслаждение. То есть если будет мотив бескорыстный, этот внутренний мотив, о котором сейчас только что говорилось, внутренне, если мы не говорим прямо о Кришне, но внутренне мы не испытываем от этого удовольствия, счастья. Мы, конечно, помогаем людям, но будем счастливы, когда они услышат о Кришне в абсолютной истии. Вот тогда можно будет вместе с ними петь и танцевать. Безопасно. В другом случае сближаться с такими людьми материалистичными тоже опасно. Иначе будете петь и танцевать другие танцы с ними совершенно. Правда, правда, правда. Это произойдёт незаметный, утончённый, майя действует на любом уровне, очень тонко. На самом возвышенном уровне можно это делать. Тоже прилично так все начинается. А заканчивается обычным образом. Гуны вращаются. Поэтому на компромиссы абсолютно истинно идти нельзя. Иначе это не считается проповедью. Поэтому, безусловно, мы думаем, любая вещь, которую мы проповедуем, должна как-то людей приближать. Выше, выше, выше. Но наша цель какова? Мы не скрываем Кришну для себя. Я проповедую новым людям уже долгое время. Они все знают, что я говорю, Кришна. Они говорят так, слушайте проповедь Александра Хакимова, но бойтесь попасть в лапы в лечитании Чандры. У меня два лица известные. Мы говорим о многом, что людям сейчас нужно знать и нравиться эти знания. Они учатся, приходят, записывают по семейной жизни и что-то еще. Но с течения времени они уже начинают спрашивать о том, что такое действие оскорбления Святого Имени. Эти люди новые. Ну, так сказать, новые. Последние лекции, которые сейчас мы провели в Туре, они отличаются от классов Бхага в этом фактически. Для новых людей. Я не вижу смысла слишком это все скрывать куда-то и во что-то превращать. Конечно, нужно учитывать место и время обстоятельства, но наша стратегия дать людям истину. Светильник поставить на стол. Зажечь этот свет в жизни человека. И есть такое препятствие то, что можно наблюдать у многих преданных страх проповеди. Сильный страх проповеди. Очень боятся. Боятся, говорите, увага в адгите. Боятся, произнести слово Кришна и Арджуна, даже когда агите говорят. Боже мой, паранойя какая-то. Недавно произошло в одном городе. Там кто-то организовал мужской клуб. Два им проповедоват, там и деньги, и мужчины, и женщины, и семья, и что еще там, успех в бизнесе. И там один-два приходит, не развивается клуб. Что скажете, что делать? Для мужчин специально, много женщин, через психологию, семья, столько женщин, мужчина не приходит, хотим для мужчины что-то, что их интересует? Может, нам там бойцовский искусство еще показать? Про бизнес уже все рассказали, они не разбогатели, что делать дальше? Как еще удовлетворить их чувства? Я говорю, проповедуйте Бхагавадгиту? Как? Все сразу разбегутся. И мы начали проповедовать Бхагавадгиту, сразу огромное количество людей. Через три лекции по Бхагавадгите, прямо, по Бхагавадгите, по текстам, по комментариям, все-все, по историям. Они сказали общее желание, вы не можете стать нашим учителем? Мужчина? Бхагавадгита. Нужно создать институт Бхагавадгиты, как одновременно прямая, косвенная проповедь. Там и Махабхарата, там и разные истории, Боже мой, там чего только нет, там и жизнь, и смерть, и семья, и встречи, и разлуки, и Кришна тоже есть. Махабхарата. Заметили, Кришна там тоже присутствует? Чуть-чуть. В основном это все истории подробно и чуть-чуть, Кришна. Вот это вот чуть-чуть уже, уже это очень много. А Кришне, вот да, чуть-чуть, Кришна, это как чуть-чуть показать солнце. Вот это наша задача, показать, чуть-чуть хотя бы дать представление о Личности Бога. Это потрясающе, потрясающая Личность Бога. Кому в голову такой придет? И однажды, после какой-то косвенной проповеди большому залу, люди спросили меня, а какая ваша цель жизни? Обрести любовь к Богу. Ну, я сказал, Хари Кришна перед этим, будь что будет, обрести любовь к Богу. Зал аплодировал. Люди ждут этих вещей. Секта означает невежество. Секта значит что-то антинаучное, античеловечное. Но если сознание Кришны и научное, и человечное, и высший добродетель, если мы это все показываем, чего боитесь? Если вы сами такие качества имеете, доброты, чего боитесь? Никто вас не убьет никогда. Отрекитесь от этих страхов, от этих отождествлений. Пробовать без отречения невозможно. Если мы привязаны к чему-то, какая-то проповедь? Если мы извлекаем выгоду, какая-то проповедь? Пробовать без отречения должна быть. От всего мирского. Если в этом сознании вы даете людям предварительные знания, тоже неплохо. В этом сознании, очень, это в этом и на в этом сознании. В сознании Кришны. Тоже хорошо. Все хорошо, что мы даем в сознании Кришны. Можем учить готовить людей в сознании Кришны. Ну, вопрос, видите, тонкий. Тут нет каких-то инструкций. Опять же, здесь наше сознание Кришны нужно. Наша вера. Но, чтобы стать проповедником, нужно учесть то, что мы сегодня обсуждали. Итак, что со временем? Шесть минут и шесть минут. По поводу либерализма, консерватизма хорошо уже услышали мы. И здесь как придерживаться своей позиции и не критиковать, оскорблять других. Кто-то либерал, кто-то консерватор, да? И как не обидеть одного другого? Как быть консерватором и не обидеть либерала? Если мы думаем, что мы либералы и консерваторы, мы не сможем не обижать друг друга. А если мы думаем, что кто-то мужчина, кто-то женщина, не избежать конфликтов. Если мы так себя отраждаем, это измы, как было сказано, безусловно, атеизмы, это отождествление. Давайте сделаем так. Я либерал в сознании Кришны. Я консерватор в сознании Кришны. Это нормально. Не будет проблем. И кто-то другой преданный. Это различные формы преданного служения. Вот так нужно посмотреть. Или есть еще фанатики и сентименталисты. Другие названия существуют. Ирика говорит, «Трубагасаме не яма аграха». Кто-то привязан к правилам предписаниям исключительно, ради них старается, а кто-то не привязан к правилам предписаниям, привязан только к любви к Богу. Без правил предписания. А вот кто-то? Главное, любовь к Богу, а другие говорят, нет, главное правило предписания. В исламе то же самое. Шариат, тарикат. И у нас есть садана бахти, рагануга бахти. Но если между ними есть противоречия, нужно знать, это материальное сознание, это отождествление. Это аханкара. Кто-то городится либерализмом, кто-то консерватизмом. Проблема в гордости. А они в этой позиции. И то, и другое применимы в сознании Кришны. Разве мы не консерваторы? У нас четыре регулирующие принципа, не три с половиной. Не три, не два, четыре. Мы отстаиваем это постоянно. Мы консерваторы. И меня может шестнадцать кругов манты. Всё. Мы консерваторы. Но разве мы не либералы? Мы говорим, ну хотя бы один круг повторять. Нормально. Хотя бы пол принципа соблюдайте. Мы рады. Мы всегда вам рады. Приходите, просто ешьте про сад. Мы очень либеральны. Сочетается то и другое. Так говорится в шастрах тоже, во всех областях влияния. Нужно учитывать две вещи. Твёрдость и мягкость. Если будем только мягкие, люди перестанут нас уважать. Только смиренными перед ними. Если только жёсткими, будут бояться и замыкаться от нас. Нужно знать, где быть мягким, а где быть жёстким. Пропад был одновременно мягким и жёстким. Это качество великой личности. Как удар молнии он был, защищал абсолютную виску. На компромисс не шёл, но как у него мягок. Он был сострадателен к людям, которые... Помните ту историю, когда он с доктором Пателем общался на прогулках. Доктор Пателем знает санскрит. Он родился в браматской семье. То есть у него сада на всю жизнь. Он, конечно, живёт как садху фактически. Он персоналист. Он не принимает, может быть, преданное служение. Он оставит описанную идею. Они с Пропадой поэтому спорят. Он любит Пропаду, тем не менее. Вот интересная там беседа записана. И там есть один такой момент. Насколько помню, как раз с ним. Пропада получает письмо от своего ученика из Америки. Это он говорит доктору Пателем. И в этом письме написано Пропада, спасите меня. Я получил посвящение. Я дал обеты. Я очень хочу обрести любовь к Кришне. Я такой слабый. И через каждый шаг падаю. Я спотыкаюсь. Я тут забыл эти принципы. Спасите, я погибну, Пропада. Спасите, я хочу обрести любовь к Богу. Он молится в этом письме Пропаде. Как ему трудно, и как он хочет обрести любовь к Богу. Пропада говорит, посмотри, какой он искренний. Вы родились в браманской семье. Вы знаете санскрит, вы регулирующие принципы с Матерью. Вам легко, и вы не предаетесь Кришне. Посмотри, как ему трудно, и как он хочет предаться Кришне. Посмотри, как это важно. Какой предатель. Какой предатель. Гиберализм. Какое сердце было. И при этом он не меняет стандарты. Давай, стремись. Давай, вдохновляйся. Стань сильным. Мы не опускаем для тебя всю эту платформу. Нет, мы не делаем такой глупой жертвы. Наоборот, хотим поднять это все вверх. Пропада говорит, давайте подниматься. Йога. Любое Богу высоко. Давайте двигаться. Либералы, консерваторы. Если сотрудничать с Сознанием Кришны, какая разница между ними? Разделяя властвую. Мы разделили это. Нашли два термина. Но не мы это сделали. Кто-то уже подготовил. Кали-Юга подготовила эти терминологии для нас. Раньше мы вообще таких слов не знали в Сознании Кришны. Раньше мы не говорили американский преданный или русский преданный. Черный преданный, белый преданный. Либерал, консерватор. Раньше было больше, может быть, глупостей трансценентной. Но что-то в этом было ценное. Преданный, значит, преданный — все. Кем бы он ни был, откуда бы ни был. Мы рады бы. Если он так служит Кришне, хорошо. Если по-другому, тоже хорошо. Если он служит Кришне, все хорошо. Итак, задача нашего движения — сознавать Кришну. А не разбирать политические вот эти различия. Сознавать Кришну. И использовать свою природу в служении бескорыстно. И все определяет мотив. И прежде чем мы скажем, что это за проповедь, нужно разобраться в мотиве проповедника. На это идет время изучить. Не торопитесь с названием. Название имеет огромную силу век Кали. Огромную силу. Ярлыки и названия. Вот мы должны изучить друг друга лучше. Разобраться в мотивах. И там, где искренние мотивы, это все хорошо. Кришна, Он удивительный. Это что-то потрясающее. Это что-то вне нашего дух захватывает. Он нам прощает все. Абсолютно все. Он об этом идите, говорит. Ты должен равно относиться к позору, к чести и безчести, к удаче и к потере. Ты можешь быть... То есть, пройти через позор или через славу. Неважно. Это неважно. Для него это неважно. А что мы должны в обществе пробовать? Важно, что кто-то проходит, что кто-то унесет. Это Кришна говорит. Неважно. Ты неприятный. Ты садуху. Потому что ты в сердце всегда раскаиваешься. Это виза с вами при этом служении. Остальное, неважно, равно как относиться. Не реагируй на эти вещи. Продолжай при этом служении. Неважно. Кришна говорит. Все. Я тебя защищаю. Я сам тебя защищаю. Ты не должен ничего бояться. Ахамтвамсарабаби. Потрясающе. Это потрясающе. Но тогда эти же людям Кришну. Этот дух. Кто откажется? Какой нормальничек откажется? Скажите. Кришну. Берем, раздаем. Берем, раздаем. Откуда? Целый Гурупарампара. О, Боже мой, сколько там. А если дальше посмотреть целый духовный мир еще? Оттуда все. Сколько? Безграничных. Просто у нас есть это искреннее исключение. Рот раскрываете и слова сами найдутся. Так говорит. Проведник много не думает. Все, что на сердце, он говорит. Конечно, мы думаем, как зашифроваться. То есть только преданным прийти и тут же все. Рушится любая шифровка вообще. Но как мы шифровались в Москве, помню. Боже мой, была программа какая-то. И как ее готовили преданным? Наверное, целый месяц. И мне ботинки покупали, брюки покупали, и мебель купили на сцену. Но все, чтобы никто не заметил никакого подвоха. Что-то Харе Кришна. Ну, тогда, может быть, была еще острее эта ситуация. Острее. И зал на 150 человек и билеты продали. И вот я воссел на сцену в этой одежде, знаете, ну, как у всех материалистов. И тут, когда уже все сели, тишина такая образовалась, все серьезно, камеры включили, свет включился, все приятно здорово сделали, зашифровались хорошо. И тут открывается тихо дверь выходная, когда уже все расселились. Такая лысая голова с улыбкой, огромной на лицах, и смотрит на меня и на зал. И все, значит, с меня на эту дверь смотрят. Что-то какое-то значительное, улыбка такая, знаете. И он не останавливается, он проникает, и на спине у нее большой рюкзак, мятые такие джинсы, то есть преданый узнал о программе, видимо, там, куда-то ехал, с электрички там, счастливый, что попал вовремя. Ему абсолютно неважные обстоятельства. И в поклон. Корея, конечно. В общем, все, испортил, все, сразу. То есть все, все, как только мы шифруемся, сразу странные вещи происходят. Кришна начинает играть с нами. Как мы спрячем Кришну, скажите? Да он отовсюду у нас, из ушей, откуда угодно. Мы о нем читаем, о нем думаем, мы ему предаемся. Как это возможно вообще? Всех уже давно рассекретили. Давно уже. И Тарсунова уже рассекретили. И Мари Камалу рассекретили. Говорит, Кангапала, меня сразу, да я не секретился, я никогда даже не шворовался. Я им сразу говорю, я Кришна, я повторю, я говорю, Кришна, это нормально. И я никогда не работал, я так и говорю. У меня выглядели с работы там 30 с лишним лет назад, до сих пор не работаю. И людям нравится. Им вот это очень нравится слово, что я не работаю, у меня выглядели с работы, я не работаю с тех пор. И они хлопают вообще, здорово. Вот всем бы так. Я им говорю, что у меня нет образования, нет у меня высшего образования. Им тоже это нравится. Им все нравится. А почему им нравится? Потому что все-таки они приближаются к Кришне. Я тут ни при чем, смотрите. Все эти факторы не должны вдохновлять никого. А почему нравится? Потому что они приближаются к Кришне, вот и все причины. На каждой косвенной проповеди мы должны все-таки сказать, что Бог это личность, где-то должно это прозвучать. Бог это личность, это живое существо. Да? Ну вот, мы закончили.